Изменения в системе начисления ОДН перенесли на начало следующего года. До конца 16-го коммунальные платежи и общие домовые нужды оплачиваются по-старому. Новшества в жилищном кодексе, подписанные главой государства, в основном заключаются в смене статуса ОДН. В новой редакции законодательства они перейдут в разряд жилищных услуг, то есть в доходную часть управляющих организаций. Это тот источник, который управдомы тратят на ремонт и содержание домов. Кроме того, по словам специалистов, жителей защитит установленный норматив и переплачивать сверх положенного люди не будут. Основное финансовое бремя ляжет на управляющей компании. Они должны оплачивать разницу между нормой и фактом. Это станет стимулом для управдомов отслеживать возможных нарушителей, дабы не платить за утечки из своего кармана. Если жители будут ограничены нормативом, а факт придется нести управляющей организации, то они вынуждены будут искать этот факт, утечки. Даже бывают факты воровства, что касается электроэнергии у нас. Это не секрет. Будут искать эти сверхнормативы для того, чтобы обеспечить себе все-таки надлежащий источник для работы по содержанию ремонта на доме. Страдать будут управляющие организации, и они будут уже рублем заинтересованы в том, чтобы сократить эти сверхнормативы. Продолжение следует...